Здравствуйте, мои дорогие и возлюбленные в Господи! Спасибо, что вы смотрите это видео. И сегодняшняя прекрасная, чудная, сильнейшая тема сегодня из Слова Божьего, из Евангелия, слова самого Иисуса. И я вам приведу свидетельство, прекрасное, чудесное свидетельство моей сестры по этому слову, на эту тему. Я хотела бы, чтобы вы открыли последнюю главу Марка, 16 глава Марка, и я хочу, вы прочитайте сами, пожалуйста, всю главу Марка, она прекрасная, замечательная глава, но я хочу сейчас, так как у меня есть 15 минут только, хочу уложиться, у меня, я хотела бы прочитать ее с 15 стиха, с 15 по 18 стихи, я сейчас буду читать. Марка 16, начиная с 15 стиха. И сказала им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и, если что смертоносное выпьют, не повредит им возложить руки на больных, и они будут здоровы». «И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». Аминь. Я хотела бы обратить внимание на 20 стих. Давайте еще раз почитаем, и отсюда я начну. Значит, Господь сказал им, Он сказал, Он заповедовал что-то своим ученикам, и, значит, Он вознесся на небо и воссел одесную Бога. Он воссел одесную Бога, где Иисус воссел одесную Бога, да? И они пошли, проповедовали где? Везде, да? Я, это слово «мне». Я ученица Иисуса Христова, мы все ученики Иисуса Христова. Он наш великий учитель, Он наш спаситель, Он наш учитель. Он нам дал эту тоже заповедь. Идите, проповедуйте, кто бы в вашей жизни не приходил, кто бы в вашей жизни не оказался. Всегда говорите эту благую весть. Проповедь, что такое проповедовать? Проповедь, что такое проповедь? Это благая весть, хорошая, прекрасная весть. Иисус Христос пришел, Бог сам пришел на землю и умер за твои грехи. Он стал жертвою за твои грехи. И Он омыл, очистил. Поверь в Него, уверуй в Него, покайся и прими Господа, и крести свое спасение. Смотрите, они проповедовали везде. То есть это нам тоже, где бы мы ни ходили, говорите в благую весть, говорите в благую весть. Как? Как они проповедовали? При Господнем содействии. Господь вам всегда будет содействовать в этом. При Господнем содействии. И как еще? В подкреплении Слова, Слово мы говорим, Божие, проповедуем Слово, проповедуем благую весть. И Слово наше будет подкрепляться последующими знамениями. Какими знамениями? Давайте посмотрим, какие знамения. Он сказал, давайте еще раз почитаем. И сказал, идите по всему миру проповедовать Евангелие всякой твари. Кто будет веровать и креститься, будет, смотрите, веровать, потом за этим идет крещение. Если веруете, не крестились, оно, понимаете, ну, не знаю, какая ваша вера была. Потому что верование, ваша вера будет обязательно дополняться, обязательно у вас будет это сильное желание креститься. Это просто будет, у вас будет необходимость такая. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Спасение, веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, значит, и не креститься, значит, да? А кто не будет веровать, осужден будет. Осуждение. Суд. Смотрите дальше. Кто, вот смотрите, вот я, это про меня. Я уверовала, я крестилась, я спасена, спасен будет, да? Я спасена от осуждения, нету больше осуждения. Дальше, я явилась, я стала уверовавшей. «Уверовавших будут сопровождать сии знамения». Ника, я уверовавшая, и вот эти знамения мне сопровождают, о которых мы говорили в стихе 20, и они говорили в подкреплении слова последующими знамениями. Какие знамения? Их сопровождали, и меня также, потому что я уверовала, я верующие. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». «Именем моим будут изгонять бесов», номер один. «Именем Господа Иисуса Христа, Ящуа Мещих, его еврейское имя, будем изгонять». Я буду изгонять, я уже это много раз видела, много раз я использовала имя Иисуса Христа и брала имя Иисуса Христа. Это право, использовала свое право, я уверовавшая, я взяла эти знамения, которые меня сопровождают. И очень много раз, когда меня просили за изгнание нечистых духов, нечистых бесов, это я делала, и бесы уходили с криком, с плачем, с всякими. Они уходили из человека, в которого они вошли. И принадлежит для меня это нормальное явление, это нормальное, это для меня не чудо, я этим живу, это такая жизнь. Дальше, изгонять бесов номер один. Будут говорить новыми языками, конечно, я говорю новыми языками, новые прекрасные языки Господа. Господа, пою на этих новых языках. Много раз, когда я спрашиваю Господа, о чем эти языки, во время молитвы эти языки приходят, во время словословия. В основном во время словословия и молитвы приходит молитва на новых языках. Песни, духовные песни, которые идут из... Написано, что из чрева вашего упадет живая вода. Вот из чрева оно вот идет, вы знаете, используя мои вокальные связки и мой язык, этот прекрасный язык идет. Смотрите, вот так же, как и если человек, обладаемый нечистыми духами внутри, этот нечистый дух берет язык человека и начинает действовать. И начинает, например, если человек, например, обладаемый... Если человек, видите, он не может сдерживать свои эмоции, он кричит, он даже, говорит, беснуется, да, он кричит, он не может себя остановить. Вот этот зверь из него выходит. Это что? Это же не человек, это же не человек, которого Бог создал. Это из него демон выходит, демон берет его руки, его голос, его вокальные связки и начинает через человека кричать, оскорблять, ненавидеть, вот это все, изыргать, всякую нечистоту, потому что это идет. Так же происходит с человеком верующим, в которого вошел Дух Святой чистый. Дух Святой, у него есть свой язык, который идет прямо, это божественный язык, это язык ангельский. Мы читали, мы читаем, в Библии написано, это новые языки, новые языки Духа Святого. И Дух Святой, что? Благословляет себя, молится. Мы даже не знаем, что иногда, когда молится написано, что? И мы молимся. Конечно, языки обязательно, всегда языки. И слава Богу, мы молимся новыми, прекрасными, чудными языками, подаренными Господом нам, в Духе Святом. Дальше, будет брать змей, будут брать змей. Знаете, вот я буду, наверное, сделать специальное, я хочу сделать специальное видео, будут брать змей. Тут много-много-много, значит, под этим подразумевляет, вот мне Дух Святой говорит, что будут брать змей, за этим стоит очень много. Значит, во-первых, что за животный змей? Кто это такое? Для чего? И с чем сравнивается? Кстати, со змеем сравнивается много-много-много-много местописания. Вот я хочу все это собрать, и Господь мне, вот Духом Святым, открывает мне удивительные откровения, будут брать змей. Конечно, в буквальном смысле, в буквальном физическом смысле, это тоже произошло в Библии. Когда Павел был на острове Мальта, и он, значит, после кораблекрушения, они, значит, были, и он, когда готовил, он разжег огонь. И смертоносное, змееподобное, значит, животное, как бы там это было, такая ящера или змея, она, значит, она была очень ядовитая. И она села на руку Павла. И все увидели, все вокруг увидели, что сейчас он умрет. Он греет, наверное, Господь действительно не хочет в живых его оставлять, он все равно его убьет. Они подумали, все, кто были возле него. И когда Павел увидел, и он просто стряхнул руку, он просто стряхнул и продолжал делать то, что он делал. И когда они увидели, они тут же подумали, что это Бог. Они сразу его возвели в такое. Потому что нам это дано, вот эта сила дано нам, господствовать над всяким злым, через имя Христа, имя Христа. Знаете, вот моим именем они будут изгонять, моим именем они будут говорить новыми языками. Моим именем будут брать змей. И вот, представляете, вот это в буквальном смысле произошло в Библии. Но еще там есть много смыслей о том, как брать змей, что такое брать змей. Дальше. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Смотрите опять, что смертоносное выпьет, не повредит им. Понимаете, мы ходим уже, мы совершенно другие, мы отделенные от Бога. Отделенные для Бога, отделенные от мира и отделенные для Бога. И когда внутри нас Духой Святой ходит, мы под покровительством, мы под прибежищем Господним, мы под Ним, мы под Его крыльями. Мы другие, мы совершенно, у нас Божья слава. Мы имеем вот это вот имя, сильное имя Иисуса Христа, сильнейшее имя Иисуса Христа, которое мы можем творить великие-великие чудеса. Так написано, верующим это дано. И вы знаете, например, я думаю, что смертоносное выпьет, благословить и есть пищу, благословить и есть пищу Божию, и нам вреда не будет. Многие люди едут на миссию, например. Если бы меня Господь послал на миссию куда-нибудь, вот мы и планируем поехать в Африку, например. И там другие служители, они сказали, нам надо срочно сделать все прививки от малярии. Вот нам надо прививки, нам всем надо таким, от малярии, от гепатита, от того-то, от того-то. Значит, все надо прививки сделать, придохнить себя. Знаете, это просто, это я так живу. Это мое, как бы, мое вероисповедание в то, что я верю. А не знаете, моя вера, она работает в моей жизни. В то, что я верю, оно и происходит, и такое случается. Потому что человек будет верой своей жить. Я не верю, какие-то прививки будут меня спасать от малярии, от каких-то других болезней. Тут Господь написал, если смертоносное выпьет, ничто не повреди. Я думаю, что этот комар, малярийный комар, не подойдет ко мне. Потому что Господь скажет комарам, не подходите к этому, что она идет и несет Слово Божие. Я под охраной Господней. Понимаете, вот эти все прививки, они делают нам очень большой вред здоровью. Зачем я буду на тело наносить вот этот я? Господь, Господь моя крепость, Господь мое здоровье, Господь, Его имя Рофе, Он исцелитель, Он врач, Он сотворил меня дивно. И Он меня сохранит, Он сохранит меня. Если Он посылает меня куда-то, написано, что смертоносный выпьет, не повредит. Змей, брать змей, наступать на скорпионов написано. Что вот это все нам дано, но это, знаете, это моя вера, я верю в это, оно работает. Я верю в это, Господь моя страховка во всем. Он меня страхует, поэтому мне страховки не нужны никакие. Поэтому я с вами делюсь, это, знаете, это ваше, это ваше право верить в это, принимать эту веру. Хотелось бы, чтобы вы ходили по воде верой. Вы смотрите, дальше, да, не повредит им смертоносное выпить, не повредит. Да, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Знаете, Господь мне дал эти руки, Он создал эти руки. Знаете, вот эти все отпечатки, они вот именно такие, которые Господь создал для меня. Ни у кого на свете нет таких отпечатков. Они дали мне. И у меня есть моя жизнь и моя судьба, она в руках Божьих. Когда мы даем в руки Божьи все, что, как Господь нас сотворил, все, что мы есть, мы Его. Мы не свои, мы Его. Конечно, Он бережно относится с тем, что, со своим сознанием, с тем, что Он создал. Мы есть, мы есть Его дар для Него же. Конечно, Он будет бережно охранить, хранить нас, оберегать нас и действовать через нас во славу свою, только для своей славы. И поэтому, посмотрите, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Моя сестра, когда я прочитала, моя веровавшая недавно сестра, еще меньше года, когда я прочитала, когда я сказала, что это тебе, не надо ко мне бегать каждый раз, когда тебе плохо, когда тебе там что-то болит. Ты сама можешь возложить руки именем Солова, у тебя дано это имя, великое, сильнейшее, потрясающей силой, необъяснимой, даже языком человеческим, силой дана на на. Ты, говорю, возложи руки и сама это сделаешь. И моя сестра, у нее была травма руки, она не могла поднимать руку. Когда я ей это сказала, мы прочитали это слово, она по привычке побежала ко мне, чтобы я ей помолилась за нее, чтобы боль отошла. Каждый раз помолюсь, боль отходит. Ну, я говорю, зачем ты ко мне будешь бегать, сама это делай. И когда она это сделала, эта боль ушла навечно. Господь показал вот эту силу молитву. И я, наверное, поэтому, она не до конца исцелилась, когда я за нее молилась, потому что Господь хотел ей показать, что она это может через веру. И она исцелилась, у нее рука, она 12 лет не могла поднять свою руку, потому что у нее была большая травма производственная. И теперь она может двигать. Также колени, колени то же самое, стертые у нее колени эти. Трудно подниматься по лестнице, трудно опускаться по лестнице. И она все время прикладывала какие-то эти... Помолилась, помолилась, руки возложила. Господь ей открылся Богом-исцелителем. Чудом ей селился. И она теперь бегает туда-сюда, ходит со мной. По 10 километров, вот на Гавайях мы были, ходили. Вот какой Господь. Вот, вы должны поверить это. Я думаю, что даже Господь не дал мне, потому что я сколько раз, каждый раз я просто возлагаю руки. Что-то случается, где-то нос там побежал. Все. Имя Иисуса Христа исцеляет. И она, верно, что недавина ей была от меня, но Господь ей показал, что она это имеет. И она, конечно, вера в нее возросла. Поэтому, вы смотрите, это прекрасное обетование для нас. Не то, что обетование, он сказал им, да, он просто это дал нам, команду, нам, верующим, верующим, людям, которые следуют за Христом, верят в Него. Если вы верующие, у вас есть знамения, которые следуют за вами. Они постоянно за мной следуют, и они сопровождают меня. Когда каждый раз я говорю Слово Писания, Слово Божие, когда человек просит молиться, и вот эти знамения, они работают с условием о благовестии. Поэтому не бойтесь, говорите, ходите, пользуйте имя Иисуса Христа по славу Его, приводите людей к Господу, спасайте души, идущие в ад, пожалейте их, и эти знамения будут сопровождать ваше Слово, Слово Благодати. Будьте благословенны, пусть Господь обильно вселится, веруя в ваше сердце, и вы веруете в Иисуса Христа, будете достигать величайшие, величайшие действия на этой земле. Во славу Господа, во имя Его славы, во имя Его. Будьте благословенны, спасибо, аллилуйя.